Всем привет! Вы снова на моем канале и с вами Дмитрий Михайлов. Магазин по установке и продаже дымоходов Комин Бай. Выходим очередной монтаж. Перед вами дом, крыша. Видим грибок общий и грибок уходит под камин с правой стороны. Наш грибок будет выходить с левой стороны. Будем подключать нордику печь-камин. Так вот мы зашли в помещение. Смотрим, что у нас перед нами стена. То есть это довольно широкая, полтора метра где-то, может немножко больше. И у одних каких-то каналов, здесь есть какой-то канал, будем его вскрывать и загилизовывать, ставить стройник, прочистку, все как положено. И вот такая вот печка будет кэнди нордика. Такая малышка, вполне уютная, компактная. Так, на данном объекте у нас будет стоять нержавейка 430 марки, толщина 1 мм. Тока 1 мм я ставлю, не ставлю 0,8, не ставлю 0,5. Есть ряд причин. Можете мне вопросы задавать в комментариях, буду отвечать. Тикс-сварка на трубе используется. И раструбное соединение стоит на трубах. Если мы здесь не видно, видим раструб, когда вы вставляете один в один раструб, заужения сечения нет. Поэтому данную систему можно собирать легко по конденсату, и выхода дыма у вас не будет. Плюс здесь, смотрим также сегменты, здесь стикс-сварка используется, и сборник конденсата. Сборник конденсата проварен, и штуцер 1, 2. Он также идёт миллиметровый, потому что на него тоже какая-то нагрузка идёт, поэтому поставить миллиметр, я могу спать спокойно. Снизу здесь герметиком он обработан, дополнительно заглушку поставим. Видим, да? То есть здесь на стыках, вот в этих местах он никогда не потечёт. А здесь за счёт герметика также будет герметично. Всё, приступаем к работе. Поэтому, если хотите качественную продукцию, за качество надо платить. Никакой единицы, а потом 0,5-ки речь не может идти. Потому что если у вас загорится сажа, то ваша 0,5-ка просто скрутится в гармошку. Всё, не исключаемся, смотрим. Я вам покажу в дальнейшем, что у нас получилось. Закончили мы работу по дымоходу. Монтаж дымохода из нержавеющей стали был осуществлен полностью. Сверху я вам показывал, что у нас получилось. И внизу два тройника, один для прочистки. Я это ближе покажу. То есть прочесной карман. Наконец-то внизу печки. Внизу, как ещё раз я вам обещал, проваренный сборник конденсата, заглушка стоит. Ну и, конечно, два крепления. Одно крепление, второе. И подключение идёт непосредственно к печи. Ещё сейчас я вам покажу кладку, какая у нас была в первом варианте, когда не была загильзована труба с неровностями. И после монтажа вам также сейчас покажу её, чтобы вы понимали разницу, стоит ли загильзовывать шахты. Прошу. Хорошо. Прошу. Хорошо. Закончили работу На кровле Выше через общий грибок Как всегда поставили дефлектор Не как всегда В таких высоких домах надо ставить дефлектора Как показала практика Где выше 15 метров Боковой ветер И во внутрь грибка попадает непосредственно дождь И влага-то течет по всей трубе И в итоге это все капает на сборник конденсата Ставьте дефлектора Никаких проблем не будет ни у вас Ни у заказчиков Не будете выезжать Несколько раз на один объект Тем более их переделывать Потому что это очень неудобно Потому что особенно когда Большая крыша высокая Один выход занимает От полутора до трех часов Поэтому Не делайте двойную работу А делайте один раз и забудьте Здесь мы вывели Аккуратненько Герметик поставили Загерметизировали Здесь лава Она непосредственно будет течь Если вот такие вот моменты Попадает То там Вот С этой юбочкой Кольцовом плотнения Стоит еще дополнительный герметик Все На этом заканчиваем На крыше И спускаемся вниз Потому что Вы слышите Погода меняется Ветер очень сильный Смотрим что у нас получилось Со стороны улицы Справа грибок Вы уже видели Он уже стоял И с левой стороны Поставили дефлектор И теперь можно спокойно Эксплуатировать Нордзику Кэнди Конечно греться И наслаждаться Все Подписывайтесь на мой канал С вами был Дмитрий Михайлов Пока Не забывайте Ставить лайки Комментируйте И заказывайте Пока Субтитры сделал DimaTorzok